Врачи же пока говорят, что такие сроки не обязательны и повторно нужно прививаться спустя определенное время, если у человека не выработалось достаточно антител к вирусу. Так когда же лучше ставить прививку повторно и защитит ли она от других штаммов? Мы сейчас поговорим об этом с экспертом. Максим Терский у нас на связи. Здравствуйте, вы нас слышите? Да, добрый день. Скажите, сколько же раз в год нужно будет ревакцинироваться? По рекомендациям Медздрава через полгода в случае, если эпидемия не будет стихать. И предположительно раз в год, так же как с гриппом, регулярность прививки такая же. С гриппом там немножко другая ситуация, потому что каждый год вакцина обновляется, обычно там три штамма находится гриппа и смотрят по полушариям. Пока в южном полушарии идет эпидемия, а серное полушария готовит вакцину и наоборот. И поэтому раз в год все успевают. С короной нет такой выраженной сезонности. Мы еще не понимаем, какая она будет, эта сезонность. И, соответственно, вот эти рекомендации, они такой предположительный больше характер носят, исходя из того, что действительно пошли сейчас повторные заражения людей, которые переболели год назад. Видно, что в течение полугода защита есть после заболевания и спустя год эта защита ослабевает. Поэтому лучше привиться где-то через 6-7-8 месяцев после перенесенного заболевания, ну, либо после прививки. Максим, вот в Минздраве говорят, что ревакцинация защитит от других штаммов коронавируса. Вот так ли это, ваше мнение? Ну, знаете, нет пока публикаций, что вакцины как-то не влияют на новые штаммы. Потому что они все, в общем-то, вакцины сейчас основаны на белке С. Это такой вот шипик, который на вирусе есть, да. То есть вот эти шипики положены в основу создания вакцин. Вот эти белки. Сейчас вакцина КВА, которая проходит третью фазу клинических испытаний, она будет иметь расширенный антигенный состав, поскольку там не один белок будет использоваться, а все белки, которые присутствуют на оболочке вируса. Думаю, что это вполне себе вариант для ревакцинации. Ну и вот в случае ревакцинации нужно будет также ставить две дозы? КВА, насколько я понимаю, все-таки однократно ставится. В принципе, так же, как и вакцина для гриппа. Это не векторная вакцина. То есть именно особенности вакцины диктуют вот эти две дозы. С КВАКом, я думаю, что будет одна тоже. Один компонент. А спутником? Спутник Лайт, который сейчас тоже на выходе, он рекомендуется на здравом для ревакцинации. Ну и Ваш прогноз, до какого все-таки времени нам нужна будет ревакцинация? Пока коллективный иммунитет настолько сильным не станет или как? Боюсь, что надолго. Боюсь, что это не годами будет измеряться, десятки лет. Продолжение следует...